В Москве сегодня задержан лидер секты, которому тысячи доверчивых и легко внушаемых граждан долгое время несли свои деньги, а взамен подвергались насилию и фактически лишались воли. Подозреваемый в мошенничестве именовал себя богом Кузи и прикрывался православным учением. Что увидели оперативники при обыске у него самого и его подельников, узнала Марина Светлая. Деньги на полу, на полках, в ящиках комода, однако одной аккуратно сложены купюры. Минимальный номинал тысячи рублей, в отдельных пачках доллары и евро, в углу коробка для пожертвований. Да не оскудеет рука дающего. Я не буду ни с кем общаться, просто если реально очень плохо чувствовать, я ничего не понимаю. Только один вопрос, откуда такие суммы денег? Ну что это не мои, это точно. Я вообще не в курсе. Этот мужчина в белой футболке, который якобы не понимает, откуда в его квартире взялись 43 миллиона рублей и 100 тысяч долларов. Это еще около 7 миллионов. Бог Кузя. Так он себя называет уже несколько лет. А также говорит, что он в оплачении Рерихов, Блаватска, Иисуса Христа, Шивы и Александра Македонского в одном лице. В его секте тысячи адептов. Никакой деятельностью не занимаюсь, ничего я не подрываю, никому я это за мной. А где работаете? Просто в чем занимаюсь? Я инвалид. В миру бог Кузя Андрей Попов. 39-летний уроженец подмосковного Долгопрудного. И это уже не первый обыск в его квартире. В мае прошлого года полицейские уже изымали у него пластиковые коробки, набитые пачками денег. 219 миллионов рублей и еще около 10 миллионов рублей, но уже в долларовом эквиваленте. И так же, как сегодня, бог Кузя прятался за спину своих последователей. Скажите, ваш друг не согласится сказать нам пару слов? Нет. А почему? Извините, пожалуйста, вы знаете, это человек слабый видящий. Еще вот после этого давайте вам какие-то вообще объяснения. Ситуация с редкими животными с прошлого раза также не изменилась. В клетках дикие грызуны, в аквариумах крокодилы и мурены. У Андрея Попова, как говорят следователи, фетиш собирать экзотов. Для некоторых из них были отведены отдельные комнаты среди питомцев-сектантов. Обнаружили даже австралийскую ехидну, которую не разводят в неволе и вообще запрещено вывозить с территории Австралии. Кстати, имя бог Кузя, лжеосвященник Андрей Попов взял себе в честь погибшего любимого попугая. Он организовал свою секту еще в 90-х, утверждал, что имеет церковные саны, ходил на службу, проповедовал. А когда Российская и Украинская православные церкви официально заявили, что знать о нем ничего не знают, Попов объявил себя богом и начал собирать вокруг себя последователей. Причем в основном женского пола. Под видом православного учения он избивал адептов и насиловал женщин. Ольга пять лет пыталась выбраться из страшной секты. Избивали буквально за все. За звонок родственнику можно было получить. Просто вот он приходит, ему не нравится что-то. Да не так на него, вот меня, например, били за то, что, а почему ты так на меня смотришь? Били резиновыми тапками по лицу, били ремнем и плетью по спине, били ногами. После психологической обработки последователи надевали рясы, завязывали платки и шли собирать пожертвования. То якобы на постройку храмов, то собирали деньги на молебны. Проникли они даже на православной выставке, вот так прикрываясь литературой со священными писаниями. Обещали, что деньги за молебны передадут в существующей церкви. Правда, в этих церквях о данном сборе, конечно, ничего не знали. А при виде камеры лжеподслушники бросались в рассыпную и закрывали лицо. Почему вы бросили место? Это не мое место. А почему люди, которые стояли, убежали отсюда? Там же деньги. Я не знаю. То есть это ничье, оказывается. Это не монастырское ничье, да? Изъято около 43 миллионов рублей и более 100 тысяч долларов США. Также изъяты персональные компьютеры и тетради, содержащие так называемые бухгалтерские записи. У полицейских есть основания полагать, что участники этой секты занимались выманиванием денег у граждан. На данный момент возбуждено уголовное дело. Обыски в квартире Бога Кузи, а также других адептов продолжаются. Марина Светлая, Юлия Ходорова, Лилия Зорина и Федор Юрасов. Первый канал.